Десятая глава, 46 стих, это исцеление слепого Артемея. 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 И как бы колесо для них это в принципе нормально. Поэтому здесь вопрос Иисуса Христа звучит конкретно к Артемею, что тебе нужно вообще от меня. И Артемея ему говорит, что бы мне прозреть. Вы знаете, однажды пастор стоял, молился, пастор, ну не наш пастор, пастор из России, и говорит, предо мной пристал Христос, я четко это почувствовал. То есть я услышал вопрос к самому себе от него, чего ты хочешь? И я говорит, давай сразу, все, что нужно церкви, все, за что мы молимся, спасение всех неверующих, спасение строим, дореволюционный центр, нужно автобус церкви, все. И он говорит, нет, ты не понял, это я все понимаю, чего тебе надо лично, лично. И он говорит, вот здесь я и присел. И я понял, что в принципе, как бы все это смешалось. И сам Бог, Отец, Он говорит, что ты хочешь спасения своей сестры, своего брата, ты думаешь, что ты для них больше, чем я. Ты хочешь спасения своего сына, дочери, ты думаешь, что ты для них больше, чем я. Я позабочусь об их спасении, я позабочусь обо всем, но конкретно чего желает твоя душа. Я пришел к тебе сегодня, как Отец, чтобы дать тебе то, что даст тебе определенное, то есть взблизит наши еще отношения. Когда мы приходим к Отцу и мы просим что-то заветное, то, что есть в нашем сердце. Не то, что как бы и так понятно, да, но вот есть что-то, что человек мечтает о чем-то, да, то есть как бы конкретно, что ему, чего ему не хватает. И вот здесь, говорит, я, говорит, начал думать, и это заняло определенное время. Вы знаете, я думаю, что, наверное, у каждого из нас заняло определенное время, когда мы начнем думать, что же нам надо. Потому что нам нужно что? Чтобы дочь, сын были спасены. Чтобы соседка на соседней улице тоже была спасена. Чтобы вот этот пьяница, он пришел к Богу. И нам все надо, только все, но не себе. Это как мать, которая рожает детей, и она уже потом на каком-то определенном этапе, она уже не смотрит на себя, она не смотрит на свой гардероб, она не смотрит на свое меню, она смотрит, что все было детям. Это как отец, который работает тоже, он не смотрит, чтобы было у него, он смотрит, что было детям, в семье, там, там. Мы забываем про себя. И Иисус приходит и говорит конкретно, что тебе дать? Ты должен понимать, что есть что-то, что Бог хочет дать именно тебе Он может дать лично тебе, потому что ты для Него такой же сын, как и твой сын Ты для Него такая же дочь, как и твоя дочь И ровно столько же Он хочет дать тебе и приблизиться в отношениях своих к тебе Чтобы не было этого, знаете, духовно-бытовых отношений Спасение, вот на пропитание, немножко в машину заправить И все, я, слава Богу, я настоящий христианин Вы знаете, мне нравится Соломон Он над ним выстрел, он убил двух зайцев Он, по-моему, был мудр уже до того, как Бог ему дал мудрость По-моему, он приносит все сожжения Мы помним эту историю, но я напомню, да? И когда является Господь Хотя давайте просто поймем, что Бог постоянно с нами То есть мы живем в присутствии Святого Духа Но есть такие моменты, переживания в нашей жизни Которые мы запоминаем, наверное, на долгие-долгие годы Когда Бог как-то по-особенному входит в нашу жизнь Входит в нашу атмосферу Входит как-то по-особенному, дает нам ответы И вот этот особенный момент был у Соломона Бог пришел к нему и говорит Чего тебе дать? Что ты просишь? Он говорит Я хочу мудрости, чтобы управлять твоим народом Достойная еврейская просьба Он говорит Хорошо, я тебе этого дам Но так как ты не просил душ врагов Я тебе и врагов твоих дам И денег тебе дам Всего тебе дам Потому что ты просьбой Богу угодил И вот как интересно Как Богу все-таки так угодить просьбой Чтобы и себя не обидеть Чтобы и врагов как бы Ну тоже И чтобы дети пристроены были И чтобы в кармане было всегда И на столе Правда? И вот что интересно Еще одна история Илья и Елисей И вот момент Когда Бог собрался Илью уже забрать на небо И Елисей за ним по пятам Бежал, бежал, бежал Я так понимаю Он точно ждал Когда у него спросят Чего тебе дать? Он почему от Ели и не отставал? Потому что В принципе Столько жить с пророком Понимая Как отвечает Бог на молитвы И все остальное То есть То есть здесь конкретно Елисей был подготовлен Он ждал Когда Илья Уже все Когда он Его точно замучает И Илья скажет Уже отцепись от меня Что уже тебе дать? И вот здесь Его выход То помазание Которое на тебе Пускай будет На мне вдвойне Но вот такой наглости Я наверное Илья не ожидал То есть Илья был В авторитете В Израиле Он был там Ну понимаете Какой он имел вес Там значение А тут Елисей Который руку подавал Воду на руке Для рук носил Грубо говоря Домохозяйкой У Ильи был Он хочет В два раза больше И вот здесь Он это получает И он получает В два раза больше Понимаете Он получает это Для того чтобы Прославить имя Бога Он получает И он великий пророк В Израиле Мы это видим Как много чудес Бог не стал торговаться Бог не сказал Что тебе Елисе Нужно подрасти еще Ты еще мал Тебе нужно еще То-то То-то и то-то Нет Условий не было Он попросил И он это получил Он к этому шел Он Я так понимаю Он уже Он уже Он уже прокручивал Это давно-давно Еще до того Как Илья Собирался только на небо Он уже понимал Что ему надо Столько же Только немножко больше И вот обратно же Интересная ситуация То есть как бы Все-таки Как же все-таки То есть просто Мы должны вспомнить Немножко о себе И о том Что Бог Любит нас И хочет благословить нас Он хочет Чтобы наши отношения С Ним Они вышли За пределы Вот этого вот Понимаете За пределы наших Просьб о детях За пределы наших Переживаний О нашем быте Понимаете Можно просить дом Можно просить квартиру Можно просить машину Но мы понимаем Что счастье И мир в доме Даст только присутствие Святого Духа И наше правильное Понимание жизни нашей То есть в Иисусе Христе То есть Все дает Бог Какие бы ни были Большие богатства Ну в нашем понимании Да То есть устройство Бытовых опросов Понятие полной чаши И благословение Пройдет только тогда Когда Бог будет В нашей жизни Когда Он будет По-особенному В нашей жизни И вот что Тоже один пример Отец Двое сыновей Один блудный Другой Неблудный И вот Посмотришь И жалко отца Один Как бы сразу Поделил все Да Забрал И пошел Прогулял Да Второй вроде бы И рядом все время И вот ситуация возникает И тоже как-то Как-то у них Я так понимаю Отец рядом И сын рядом Но вот Друг друга Они не понимали Потому что Сын говорит Я столько при тебе И ты мне ни разу Гигненка не дал Такая отец говорит Слушай сынок Такая Чего ж ты не взял Получается Живут рядом Один ходит И думает Как бы это мне Шашлыков Тут с друзьями Да И думает Когда же отец Мне уже предложит Сам Да То есть когда Ты уже Возьмешь Овцу Заколишь С друзьями А отец Короче Думает А когда же Он уже Слушай Он не понимает Что все его Хоть все стадо Заколи Не жалко Так и вот Получается Что Кто живет Вблизи Вроде бы С Богом Да Вроде бы Как в одной В одном доме Это не значит Что есть близкие Отношения Это не значит Что есть понимание Этого Бога Да То есть Живя в одном доме Но тот Который пошел Тот вообще Об отца не думал Взял все Что есть В карман Или там Наверное не в карман И только Когда уже Совсем уже Короче На самом дне То есть Как бы Он понял Что пойду Хоть покормят И в результате Как бы Получается Приходят И его ждут И вот Понятие Обратное Отношения Отношения Вот после Вроде бы Кажется История На этом Заканчивается Блудный сын Дома Отец Рад Второй сын Он не менее Любим Чем блудный Но он тоже В доме Но он Написано Огорчился Но опять Семья Опять Отец Двое сыновей Ну что не так Ну опять Какие-то непонятки Получается Опять Старший Чего-то Не понял Я понимаю Что Наверное В нашей жизни Есть период Когда мы находимся В состоянии Блудного сына Когда мы Хотим уйти Что-то взять Мы может быть Как-то Где-то мы Поотдали Нашего Бога Да То есть Мы приходим К нему Мы понимаем Что Бог Наступит Принимает После наших Каких-то Согрешений Падений Не важно Все что Может быть И мы Иногда Живя Уже Постоянно Какой-то Христианской Правильной Жизнью Мы чего-то Не получаем От Бога И это Ставят Какие-то Преграды Между нами И Богом Внутренние Хотя Бог их не ставит Но мы Сами Себе Ставим И обратно Жизнь В семье Что было Интересно Пир Закончился Настало Утро Что Что Дальше Брат Пришел Обнял Своего Блудного Брата Пошли Будем Пасти Костом Или Кого-то Мы не Пасли Нет Наверное Так Не было Блудный Сын Уже Рядом С Папой А тот Наверное На Дистанции Себя держат Правильно То есть Я буду Думать Нет Так Дело Не пойдет Я буду Обижаться Я буду Долго Обижаться Я столько Лит Вкалывал Я ничего Не имел Почему 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 Так Получается Но Может быть Есть Время Когда Можно На Себя Мы Даже Я так Думаю Что Мы В жизни Оказываемся Порой В ситуации Даже Отца Когда Мы Видим Своих Детей С которыми Налажим Отношения И Когда Не получается Ввиду Каких-то Определенных Ситуаций То есть Как бы Непонимание Отношений То есть Возраст Что-то еще Всякие Нюансы Но ведь Есть Возможность Всегда Осознать Что Бог Всегда Придет И спрашивает У каждого Чего Ты хочешь Чего На сегодняшний День Хочешь Именно Ты Вы знаете Просить Спасения Детей Это Святое Просить О том Чтобы не Разрывались Снаряды Не рвались Мины Это Святое Но вот Есть То Что Душа Твоя На самом Деле Хочет Нужно Разобраться Чего Ты Хочешь Получить От Отца Самое Дорогое Тот Подарок Который Просто Сделает Тебя Счастливым В Иисусе Христе На самом Деле Я думаю Что Каждый Для себя Ответит Сам Наверное Это Не слишком Вернее Это Не слишком Простой Вопрос Потому Что Наше Счастье Оно Строится Когда Счастливы Наши Близкие Это Правильно Это Хорошо Но Мы Должны Быть Тоже Счастливы С Богом Мы Должны Найти С Ним Ту Фазу Отношений Которая Делает Нас Сильными Именно В Нем Потому Что Если Мы Не Найдем Убежище В Нем Отношения В Нем То Мы Можем Провести Параллели И Увидеть То Что Когда Приходят Тяжелые Времена Мы Порой Бегаем На те поля В те места И ведемся Порой так Как вели себя До Познания Христа Очень Часто Хочется Махнуть Рукой Разобраться По-мирски Хочется Какие-то Вопросы Разрешить И понимать Что Нет-нет-нет Стоп Это Как раз Тот Момент Когда Нужно Остановиться Когда Нужно Понять Что Есть Отец Который Все Всегда Готов Разрешить Который Все Всегда Готов Понять И Простить Который Готов Именно Прийти К Тебе И Сказать Чего Ты Хочешь Я Хочу Чтобы Мы Были Готовы К этому Вопросу От Иисуса Христа Именно Чего Тебе Надо Он Понимает Что У нас Есть Вопросы Связанные С Опасением Наших Детей С Исцелением Наших Детей Он Понимает Что Есть Вопросы За которые Болит Наше Сердце Устройство Бытовое Духовное Всякие Вопросы Много Много Всего Но Есть Именно То Что Хочет Иисус Дать Именно Каждому Из Нас Какое Что То Что Сделает Нас Сильнее Сделать Нас Счастливее И Сделает Нас На самом Деле Приблизить В наших Отношениях Нас И Давайте Благодарим Господа И Помолимся Дорогой Небесный Отец Я Хочу Поблагодарить Тебя Господь Дорогой За То Что Мы Сегодня Имеем Иисуса Христа Господь Мы Сегодня Имеем Возможность Господи Боже Приходить К Тебе Мы Сегодня Имеем Благодать Господь Мой Бог Вот Ту Благодать Которая Всегда Прощает И Дает Силы Господи Мы Сегодня Имеем Небеса Мы С pray имеем надежду, Господь, мы сегодня имеем веру, Господи Боже, и я благодарю Тебя, Господь дорогой, что сегодня Ты с каждым имеешь отношение и ищешь этого близкого и близкого общения, Господь, дорогой Небесный Отец, я молю Тебя, чтобы Ты благословил народ Божий, Господь, чтобы Ты, Господь мой Бог, распространил Твои пределы, Господи Божий, и чтобы наши отношения с Тобой, они вышли за какие-то рамки, Господи Божий, чтобы мы могли просто, Господь мой Бог, мы понимаем, что наши дети в Твоих руках, что все болезни, Господь Бог, они вознесены на крест, Господь, и побеждены кровью Твоей, Иисус, все зависимости, Господь, наркомания, блуд, все, Господь, воровство, все оно там распято, Господи, и мы понимаем, что Ты Отец наш, Господи Божий, и мы сегодня можем уповать на Тебя всем сердцем нашим, Господи, мы сегодня, Господь и Богу, хотим научиться всегда, во всех отношениях находить прибежище в Тебе, Господь, находить укрытие в Тебе, Господи, помоги нам, дорогой Небесный Отец, понимай, что мы Твои дети, и что наши дети, это тоже Твои дети, Господь, и что Твоя душа, Господь, мой Бог, и Твое сердце болит за них больше, чем наше, Господь, благослови, Господи, помоги нам, Господь, мой Бог, как сегодня уже было сказано, молить Тебя о том, чтобы Ты спасал утопающих, Господи, а Ты будешь делать это своими руками, своими людьми, порой это нашими руками, Господи, порой еще где-то будешь нас использовать, Господи, но пускай вся слава всегда достанется Тебе, Господь, Бог, пускай, Господь Богу, понять о том, что Ты наш Отец и Отец наших детей, Отец наших родителей, Господи, Боже, Отец всех людей, которые еще там в мире не познали Тебя, Господи, Боже, пускай это принесет мир в наши сердца, пускай это принесет силу в наши сердца, Господь Бог, пускай это обновит и укрепит наши молитвы и общение с Тобой, дорогой Небесный Отец, больше и больше научи нас поклоняться Тебе, Господи, Бог мой, чтобы небеса открывались, Господи, чтобы воинство Божие сходило на эту землю, Господь мой, Бог мой, чтобы развязывались узлы, разрешались проблемы, Господи, чтобы созидались браки, Господи, Боже, во имя Иисуса, чтобы приходило исцеление от Тебя, Господи, чтобы приходила сила от Тебя, Господи, Бог мой, и радость от Святого Духа, Господи, Бог мой, чтобы укреплялись мы верой, надеждой и любовью, Господи, во имя Иисуса, чтобы У всех семьях наших был мир Божий, Господи, Боже, взаимопонимание между братьями и сестрами, взаимовыручка, Господи, во имя Иисуса, чтобы ушло все то, что не славит тебя, и все то, что ставит преграды между нами, между нами и тобой, Господи, Боже, всякая зависть, сварливость, злоба. Господи Боже, во имя Иисуса, мы Божьи дети, Господь дорогой, мы это исповедуем. В этот духовный мир мы дети Твои, Господь, и хотим походить на Тебя, Господи Боже, быть похожими во всем, Господи. Поэтому прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса, пускай сила Святого Духа, Господь мой, Бог мой, наполнит души наши, Господь Бог, пускай придет Твое благословение, Твоя милость, Господь мой Бог, опускай, Господь мой Бог, мой Иисус, радость Твоя наполняет сердца наши, потому что Ты совершил невозможное, Господь, Ты совершил, Господь Богу, спасение всего человечества, Господь. И поэтому, Отец мой Небесный, за все добудет Тебе слава, честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.